Всем привет! Продолжаем рассматривать картины и их описание. Опубликованные книги, сокровища искусства, картины знаменитых мастеров, художественной репродукции в фотографиях, перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа, издательства 1904 года. Тициана Вечелеву, Кесарев Динарии. Величие Тициана и его силе. Он не был лириком, не был наделен мягким, спокойным характером. Большой драматик. Он схватывал моменты сильного проявления духовных движений, создавал нечто мощное, неподражаемое. Удивительно цельным, проникнутым одним глубоко волнующим чувством, представляются все его картины с фигурами натуральной величины, изображая-то ли он взятие Богородицы на небо. Ибо сцену из античной мифологии. В редком разнообразии подвижных линий, в роскоши блестящего колорита, в твердой установленности композиции, в поразительной пластичности моделировки, выказывается необычная сила концепции Тициана. И его способность передавать ее в образах полной жизни. Сюжет картины, которую мы предлагаем своим читателям, одной из самых знаменитых в ряду написанных великими художниками, требовал от него, чтобы он не только сообщил ее величие, но и возложил в нее глубокое чувство. Мудрые слова Спасителя, воздайте кесарю, кесарю, а Божие Богу, всегда звучат по-новому. В их передаче кистью простота и сила должна быть тесно соединены с величием. Тициан, устранив из картины все незначительное, делал ее содержание особенно выразительным. Он изобразил для своего произведения распространенную в Венеции форму картин с коленными фигурами. Форму, которая в данном случае более чем всякая другая, сосредотачивает наше внимание на духовной стороне изображенного момента. Оба лица картины составляют контраст между собой. Лик Спасителя написан три четверти поворота направо и сильно освещен. Лицо фарисея изображено в профиль и на него положены глубокие тени. Тоны тела обоих также различны. Светлые и нежные у Спасителя у фарисея они грубые и коричневатые. Но прекраснее всего контраст тона рук, который еще усиливает различием тональности фонов, на которых они рисуются. Белая и нежная рука Христа выделяется на ярко-красном фоне его хламиды. Рука фарисея на синем фоне мантии Спасителя. Картина написана в раннюю пору художественной деятельности Тициана. Ну вот такое описание картины. Я нашел книги издания 1904 года. Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотографиях. Баде Кнампа. Перевод и дополнение под редактой Александра Бенуа. Пока-пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok